Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Он устраивал созидательный диалог между представителями различных конфессий, национальностей нашей страны и зарубежья. Проводить последний путь духовного лидера прибыли руководители регионов, муфтии северокавказских республик, представители различных органов власти и общественности. Подробнее о жизни и деятельности Исмаила Хаджи. Алихан Лепшоков. Он всю свою жизнь посвятил служению мусульманской умме. Председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачева-Черкесии Смейл Хаджи Бердеев, обладал мудростью и умением налаживать межконфессиональный и межнациональный диалог. Он первый муфтий нашей республики, руководил религиозным управлением с 1991 года. С 2003 года возглавлял координационный центр мусульман Северного Кавказа. За многолетний добросовестный труд отмечен высокими государственными наградами, орденами за заслуги перед Отечеством, почета, дружбы имени Ахмада Хаджи Кадырова. Грамотами и благодарностями президента России, Исмаил Хаджи Бердеев не пропускал ни одно важное мероприятие, как в пределах нашей страны, так и за границей. От имени многонационального народа и от себя лично глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов выразил слова благослово-лезнования родным и близким религиозного деятеля. Буквально недавно наш президент Владимир Владимирович Путин отметил высочайшей наградой государственной канун его юбилея. Ахмад Хаджи прожил недолгую жизнь, но очень яркую. И хочу сказать, что становление нашей молодой Карачаева-Черкесской республики в ее межнациональное, межконфессиональное согласие, его заслуга здесь неоценена. Поэтому мои искренние соболезнования не только родным и близким, а всем здесь присутствующим, всем нам, всей нашей республике. Почтить память Исмаила Хаджи Бердеева пришли родные, близкие, коллеги, представители администрации президента России, главы Чеченской республики Рамазан Кадыров и Кабардино-Балкарии Казбек Коков, муфти всех северокавказских республик, с которыми лидер духовенства вел многолетнюю дружбу. Собравшись, отмечали, что он внес весомый вклад в сохранение духовно-нравственных ценностей и развитие ислама в России. Он всегда подчеркивал важность единства и взаимопонимания среди общества, создавая атмосферу уважения и сотрудничества. Мы его знаем как сильного духовного лидера. Он всегда работал на то, чтобы заниматься духовно-нравственным воспитанием подрастающих поколений всего нашего братского общества. Светлая память ему. Выразил слова соболезнования родным и близким Смейла Хаджибердиевой, председатель Совета Алимов Северного Кавказа Хожа Ахмед Кадыров. Был очень толерантный, находил общий язык с прихожанами, с верующими и даже неверующими, со всеми, кто умел ладить. Мы принимали его всегда как члены своей семьи. И он гордился этим, называя Ахмед Каджи нашего лидера своим братом. Исмаил Хаджибердиев был авторитетным и мудрым богословом, добрым патриотом своей малой и большой родины, большим интернационалистом. От имени архиепископа Пятигорского черкесского Феофилакта выразил слова соболезнования благочины Кисловодского церковного округа, протеерей Иоанн Знаменский. Исмаил Хаджибердиев действительно был человеком-миротворцем. И поэтому наши происшествующие руководители, митрополит Феофан, митрополит Идеон, они воспринимали общение с ним как дружбу. И также воспринимают ее и сегодняшний, и нынешний наш правящий архиерей. Поэтому для меня большая, так скажем, ответственность, силу обстоятельств. Они не могут сами засвидетельствовать здесь свое молитвенное соболезнование быть. И это не только от Кисловодска, где он жил, где на нашей жизни все протекало, но все, что связано с северным благосостоянным Кавказом, засвидетельствовать о нашем сопереживании. Для нас это невосполнимая потеря. Наш Исмаил Хаджибердиев обладал нескончаемой энергией, которую он направлял на реализацию многочисленных проектов, как религиозное образование и укрепление духовных ценностей, отмечали муфти регионов СКФО. Сегодня вышел человек, который положил свою жизнь на этом поприще. Одна из таких черт этого человека – это была доброта. В такой ситуации, руководясь таким религионом, мусульманами, во все тяжелейшие времена он не терял чувство справедливости и не терял то чувство доброты, которое в нем было. Высшая функция человека – это созидание и доброта. Как велит Всевышний Аллах, отмечал в своих интервью мусульманский лидер Исмаил Хаджибердиев. И, безусловно, он раскал все эти слова о своих деяниях на своем жизненном пути. Исмаил Хаджи – отец двух дочерей и дедушка шести внуков. Творить добро, делать людям хорошее, несмотря ни на что. Некоторые начинают злиться, ругаться. Вот этого нельзя допускать вообще. Всевышний создал человека для того, чтобы он творил добро. И вот это вот его предписание надо исполнять и делать. Похоронили Исмаила Хаджибердиева в его родном селе Первомайском. Алихан Лепшоков, Умар Тикеев, Олег Малхожев. Вести Карачаева, Черкесия. Слова соболезнования родным и близким известного богослова, внесшего большой вклад в развитие традиционного ислама в Российской Федерации, Исмаила Хаджибердиева, также выразили представители администрации президента и правительства России, главы различных субъектов, в том числе ЮФО, СКФО, руководители духовных управлений страны, представители общественных организаций, депутаты различных уровней и многие другие. С момента пришествия в Карачаево-Черкесию стихии, которая оставила после себя немало проблем, ряду населенных пунктов прошло больше двух месяцев. О том, как с ними справилась региональная столица, все же корреспондент Артур Мхце. Черкесск не первый раз сталкивается с необходимостью оперативного возврата на привычные рельсы благоустройства после влияния сильных дождей и ветров. Снова заметно преображение дворов и улиц. Жители своими замечаниями также вносят лепту в облик родного города. Правда, есть то, что зависит в первую очередь от действий или бездействия обслуживающих организаций. Пришедшая в региональную столицу 31 мая текущего года непогода оставила после себя немало следов. От каких-то коммунальным службам избавиться уже удалось. Однако некоторые последствия града до сих пор представляют для людей опасность. Оставшиеся в оконных храмах некоторых многоэтажек стекла могут в любой момент упасть вниз. И хорошо, если в то время около дома никто не будет проходить. В противном случае беды не миновать. Люди не раз обращались в обслуживающие их имущество организации. Однако и через два месяца после стихии ответа не получили. У нас в соседнем дворе люди пишут, обращаются в управляющие компании. Управляющие компании сейчас неуправляемы. Я сама вообще-то старшая в доме. Я эту проблему очень глубоко знаю. Но повлиять, по-моему, на них некому у нас. Я не знаю. Но вот сейчас все равно вы сидите, по сути, под разбитыми стеклами. Конечно, но это уже в безобразии. Но а кто? Это же работа управляющей компании. Неужели нет никакого выхода из сложившейся ситуации? Или реакция от управляющих компаний на заявления людей поступит лишь после несчастных случаев? В городском управлении ЖКХ рассказали, как воздействовать на тех, кому жители доверили свое имущество. Жителям многоквартирных домов, указанных, необходимо обратиться в свою управляющую компанию. И в случае, если управляющая компания каким-то образом игнорирует, надо обращаться уже в мэрию муниципального образования города Черкесска или же в госжилнадзор. Те, в свою очередь, будут выписаны предписания. Если управляющая компания не реагирует на эти предписания, предусмотрены санкции вплоть до того, что их могут даже лишить лицензии. Если в вашем доме есть схожая проблема, не стоит ждать, когда представители управляющей организации придут и обратят на нее внимание. Незамедлительно реагируйте сами по предложенному экспертам примеру. Промедление может привести к весьма неприятным последствиям. Артур Махце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. МЧС предупреждает. Сегодня в течение суток 6-7 августа местами в республике ожидаются сильные дожди. Ливни в сочетании с грозой, градом с сильным ветром 20-25 метров в секунду. На реках подъем уровней воды. Сейчас прогноз погоды от синоптиков. После продолжим. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильные дожди и ветром 20-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. В горах местами плюс 6, плюс 11. Днем плюс 25, плюс 30. В горах местами плюс 16, плюс 21 градусов. В Черкесске переменная облачность. Кратковременная дождь и гроза. Днем без существенных осадков. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 27, плюс 29 градусов. В лагере лесной стартовала лагерная смена для детей-участников СВО Академия детства 2.0. Пока наши земляки, настоящие герои, доблестно защищают интересы нашей страны в зоне специальной военной операции, они должны быть уверены, что об их родных, в частности детях, есть кому позаботиться. С этой целью в республике специально для 100 детей-бойцов стартовала особенная лагерная смена. Впереди ребят ждут незабываемые три недели, обширная досуговая и развлекательная программы. Экскурсии по достопримечательностям республики, мастер-классы на абсолютно разные темы, тренинги личностного роста, индивидуальная, групповая, развивающая и коррекционная работа. Занятия по навыкам коммуникации, встречи с выдающимися людьми Карачаева-Черкесии, музыкальные и творческие вечера и многое другое. Важно, что помимо вожатых и педагогов-наставников с детьми будут работать опытные психологи и социальные работники. У истоков культуры в Донбайе прошел фестиваль, который объединил людей, которые принимают участие в сохранении и популяризации богатой культуры Карачаева-Балкарского народа. Яркая и колоритная программа праздника предусматривала различные конкурсы, мастер-классы, дегустация национальных блюд и выставка народных промыслов. Смотрите подробности. Колоритная и яркая программа была представлена на фестивале «У истоков культуры», где каждый из гостей мог познакомиться с богатой и разнообразной карачаево-балкарской культурой. Основная задача данного мероприятия – сохранение культурного наследия. Мы хотим, чтобы наши гости, помимо знакомства с нашими курортами, познавали уникальное разнообразие национальных традиций, проживающих у нас в Республике народов, отмечают организаторы. Наших туристов, гостей и местных жителей. Сегодня у нас на фестивале представлены мастер-классы по изготовлению хучинов, шорпа. Это вот наши традиционные блюда, войлочные изделия у нас есть, ножи карачаевские, бычак называется. Также танцы наши, блюда, как я уже сказал, спортивные игры, состязания. И возрождаем вот эти былые, старинные наши игры, старинные обряды покажем. На этой площадке фестиваля участники могли познакомиться с такими национальными играми, как «Альчики» и с мифами нартского эпоса. Мурат Токов также рассказал о разработанной им игрой «Нартиада», которая раскрывает фантастический мир героев нартов. Восстановление и возобновление народных игр – это отчасти восстановление народной культуры. Это является одной из статей развития Российской Федерации. И развитие народных игр и также культуры способствует народу сохранить свою идентичность, что позволяет развиваться народу и позволяет развиваться детям и взрослым тоже. А это уже выставка войлочных изделий, где гости могли познакомиться с работами карачаевских мастериц. А здесь можно приобрести для себя карачаевский нож, который искусно выковали местные кузнецы. Особый ажиотаж вызывала дегустация национальных блюд, где были представлены разнообразные лакомства и воды из различных источников. Мы просто в восторге. И этот фестиваль открыл нам интересную и удивительную культуру народов Северного Кавказа, отмечают гости и участники мероприятия. На самом деле очень интересно узнать о другой культуре. Очень здорово. Потому что Россия, она такая обширная страна. И вот этот кусочек, который входит в Россию, очень здорово его узнать поближе. Его культуру, это правда очень интересно. На самом деле мы оказались здесь совершенно случайно, но я безумно рада стечению обстоятельств, которые нас привели сюда. Потому что это безумно интересно познакомиться с культурой, с кухней, с искусством, каким-то творчеством. И здесь хочется быть, отсюда не хочется уезжать, и хочется задержаться здесь подольше. Ну и куда же без горячих карачаевских хачанов, которые славятся своей мягкой и вкусной начинкой. Работники отдела культуры Карачаевского городского округа поделились рецептом с гостями. Ну и, конечно, каждый мог попробовать блюдо национальной кухни. А кульминацией фестиваля у истоков культуры стал конкурс посвящения в джигиты. Участники должны были поймать барашка и сесть, держа в руках животное верхом на карачаевскую лошадь. В итоге победу одержал гость из Дагестана. Также для собравшихся был организован яркий праздничный концерт с участием музыкальных коллективов отдела культуры Карачаевского городского округа. Али Халебшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Дамбай. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Испытания». Новые серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова